Добрый-добрый день! Олежка, что ты делаешь? Пока Илья ушёл, играешь в компьютер его. Ах ты такой! Ах ты такой! Мне разрешает. Разрешает? Да. У Ильи тут такие шторы, напрочь, чтобы солнце никакое не прошло, да? Потому что Илья не любит, когда солнечные лучи ему мешают, вот ему блёстки какие-то, везде сверкает всё. Мне тоже ему очень нравится, если он у тебя не хочет, он такой, выходит ещё на свет, так а-а-а-а-а-а. Вон Илья пьёт какие-то свои штуки, разбалтывает. Не штуки, а что-то. Как она? Гейнер. Гейнер. Вот в этой штучке разбалтывает, пьёт. Вот. У нас везде, по всему дому, всякие глобусы, карты. У нас есть даже карта, старая-старая карта Светского Союза. Да, Олежа? Нет. Вот, время. Вечер. Вечер. Илья, куда пошёл? На тренировку. На тренировку пошёл. В качалку, да? Вот, ничего за птицей летал. Ещё есть карта. Так, тут свет включим. Карта Советского Союза. Вон, ещё красили, красили комнату. Сейчас краска осталась ещё. Думаю, куда же её применить? Тут тоже всё красили, всё хочется летом, пока каникулы, пока ещё чуть-чуть осталось, и там подкрасить, и там подмазить, потому что всё это изнашивается. Вот сейчас и решётки все покрасили. У людей мало, у кого решётки. Ну, мне захотелось решётки везде. Всё-таки второй этаж, подоконник низкий, вот, буквально, вот, ниже стола, если стол где-то 75 сантиметров высотой, то 70 сантиметров подоконник. Вот, второй этаж, ребёнок маленький был, когда сюда приехали. Сколько было? Три с половиной годика. Вот, я сказала, обязательно, на втором этаже везде надо решётки, потому что дети, они выпадывают с окон. Вот, статистика выпавших детей из окон, она выше, чем дети, утонувшие за весь год. Только это не афишируется. Вот, и здесь решётки покрасила, вчера последнюю решёточку докрасила. Везде, на всём доме, всё-всё покрасила. Вот, люблю, когда вот так вот всё везде покрашено, покрашено. Так, где же, а это я готовлю всякие старые, какие-то книжечки отвожу. У нас есть в центре, там, как храм, господи, не знаю, как называется храм. Там, в общем, там такие столы, столы, беседка. И вот можно привезти, оставить там на столе. Люди приходят, кому надо, берут себе, что надо. В общем, поэтому я вот, когда мне что-то не надо, я туда отвожу. Ну, вот сейчас мы карту, карту Советского Союза. Так, карта Советского Союза. Сейчас, 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 где она? Вот у нас мира карта, а вот она, карта Советского Союза. Некоторые даже уже не знают, боже мой, что же входило в этот Советский Союз? Где это его границы были? Вот это, это ж какого, Союз Советских Социалистических Республик. Что вот такое было, так, карта какого-то года, уже не помню. Так, так, так. Угу. У меня зрение плохое, я вот даже при помощи камеры не могу разглядеть. Так, 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 ага, во, давай, камера, настраивайся. 88-й год. Ммм, это если я 77-го года, а она 88-го, 30 лет ей. Вот этой карте, вот этой бумажке, которая уже вот так на скотче, только здесь почему-то я не сделала, чтобы она никак не развалилась. Это ж история. Интересно же. Ой, ой, ой. И вот так вот везде лежит. То одно лежит. Это я выходила в танках, красила. Вот. То другое лежит. В общем, везде покрасила, покрасила на окнах решётки. И меня здесь оса укусила. Стала мыть решётки, а там в углу осы, улей свой. Вот такой у нас вид. Вот там второй домик, участок соседний. Вот. Наш, опять же, наш участок. Даже отсюда слышно, как воробьи галдят. Вот как вечер, солнышко начинает садиться. И воробьи. Откуда они берутся, эти воробьи? Прилетают и начинают галдеть. Начинают галдеть эти воробушки. Вот. Пакет там лежит, пакет там. Всё. Все пакеты показала. Все пакеты показала. Так. Вот сейчас мы спустимся. Вот сейчас мы спустимся. Олешек! Пойдёт со мной на улицу? Пойдём. Пойдём. Ну, пошли. Бельишко наше висит. Не будем показывать. Наши чистые бельишко. Вон, мусор. Мусор стоит, ждёт вторника. Надо на улице, не знаю, хоть какую-то сетку там вокруг деревьев обмотать. Потому что урна не поставишь. Урна люди ставили. Какой-то наподобие урны. Мы тоже приехали. Откуда? Ну, в общем, откуда-то приехали. В общем, стоял-стоял. А потом раз, и нету. Ну, у меня даже попытки такой не было. Нет. Думаю, надо какую-то сетку железную. Там у меня три берёзы. И вокруг трюк берёз этих натянуть. Вот так вот, чтобы пакет не стоял, не ждал нигде. Тоже вот мы не можем у себя поставить. Потому что вот наши красавцы, которые тоже ж раздерибанят. Тоже ж собаки. Да? Тоже ж собаки. Тоже раздерибанят пакетики. Да? Челси, когда выходишь, она начинает вечно его кусать. А ему не нравится. Он начинает возмущаться. Он её не обижает. Он молодец. Он воспитанный. Да, рекусечка? Ты её не обижаешь. Ты понимаешь, что она маленькая, да? Он, конечно, с ней не может поиграться. Понимает, что он есть её прикуси, то это всё. Сразу пополам будет, да, собака? Он так улыбается. Вот. В тот раз начала показывать. И связь такая дурацкая. МТС. МТС. Не знаю. То ли то, что у меня трафик в тот раз вышел. Вот. Значит, наше банановое дерево. Азимина. Банановое дерево. Интересно, почему назвали банановое дерево? Непонятно. То ли потому, что плоды такие немножко длинные, но они хотя бы так не чистятся, как банан. Не знаю. Если честно, кушать его совершенно неудобно, неинтересно. Потому что везде вот такие косточки. Повсюду вот так косточки. Косточки вот такие, как миндаль. Прям всё. Там есть нечего. Нет. Ну, вот банановое дерево. Азимина. Почему банановое? Непонятно. Непонятно. Почему банановое? Ну, это ладно банановое. То, конечно, я не знаю, как вот листики тоже как-то используют в медицине. Там что. Но вот самое, что мне нравится, это вот наши деревья. Вот, ещё одно. Это гимка белоба. Гимка двудольная. Вот. Очень-очень мне нравится. Надо как-то листики насушить, научиться их сушить на зиму. Вот как покупают же вот эти вот биодобавки. Пьют их и пьют. А тут что покупать? Даже покупать не надо. Насушил, ешь себе для всякого кровообращения. Вон они, галдят. Подходишь, затихли. Кто-то шумит где-то, соседи. И начинают. Уже все кусты, всё, я не знаю. Так и не прогнать же их. Вон, весь куст белый. Весь, весь, весь обгажен. Обгажено, всё обгажено. Кругом. И начинаешь вот так вот туда идти. Вот так. А они такие. Вон, перелетают такие. И все кругом такие по деревне. И их много. И они прячутся. И они прячутся. Самое главное, когда наверх поднимаешь, рот не открывать. Вот хуже. Нагадят же. Нагадят, нагадят. Вот они, вот они. Вот, разгалделись. Везде все ветки. Всё. А у тебя такая раз. А они такие. Хопа. И летают. И летают. Ну, не прогонишь их. Не, не прогонишь. И сразу галдят. Что-то обсуждают. Меня, наверное. Ой, черик, черик. Черик, черик. Да, да, черик. А вот здесь пришлось делать даже где? Где, где, где? Вот, вот два дерева. Пришлось делать вот так вот сеткой. Вот такой сеточкой. Вот так вокруг. Это от кота. Потому что здесь какая-то такая птичка. Она так делает интересно. Такая. Фит, фит, фит. Как-то так прям вот пронзительно. Вот там птенчик где-то сидел. Не знаю, сейчас сидит. Не сидит или уже научился летать. Вот. Котик его всё выпасал, выпасал. Я сперва не могла понять, где. Сперва это дерево вот так закрыло. Вот. Потом, когда нацепляла вот эту вот сетку. А он сидит, притаился прям на веточке. Я думала, что мой засох, что ли. А он так вот притился, даже не моргал. Потом только поняла, что он живой притаился. Вот. Чтоб кот не залазил. Потому что вот жалко. Воробьёв он не хочет. Они, видимо, шурстрые такие. Их толпа такая. Вот. И он не может поймать. Они, конечно, ловят иногда. Но эти, видимо, вкуснее были. Ну, видимо, улетели. Сейчас не слышу. Чтобы они фичкали. Да. Тринь-тринь. Тодоедливые такие. Тринь-тринь. Вот. Вон ещё там у нас. Это же дерево. А так вот недавно здесь, конечно, мы попилили. Много-много деревьев. Поспилили, поспилили. Всё. Поубирали. И то вообще заросли были. Джунгли. И то сколько живём. То сажаем. То пилим. Вон. И орехи эти. Вот. Это ж куст. Это орех. Лесной орех. Вот. Много их. И это ж вообще. Эти орехи. Орехи. Лесные. Всякие. Разные. Солнце выпалило. Всю смородину. Красная смородина. Выжарила. Выжарила просто. Огурцы. Уже всё прошли. Тоже надо убирать. В общем, цветов у меня нету. У меня, да. Некрасиво. Некрасиво у меня. Потому что я не люблю... У меня было 80 с лишним кустов цветов. Этих роз. Вот так вот. Везде розы, розы. И вот так они вились парком. По этой вились. Поэты всюду были. Эти розы, розы. И вечно их обрезаешь. Подстригаешь. Огромные вот такие вот иголки. Они в тебя впиваются. Ребёнок бежит, когда стемнело. Лицо себе зацепит. Руку зацепит. Ой. И в общем, в итоге я всё это поубирала. Надоело. А потом участок большой. Это чтобы эти цветочки... Как-то их надо вокруг этого цветочка. Постоянно день и ночь что-то делать. Делать там. С этими сорняками бороться. Так прокосил. Всё. Красота. Дерево посадил, растёт. Надоела ветка. Взял её, обрезал. Сжёг. Захотел ещё посадить что-то. Посадил, выросло. Не понравилось. Срубил, убрал. Чистота и порядок. Всё. Ой. Да. Вот кустик. В основном кусты все... Деревья это то, что всё плодоносит. То, что можно сорвать, скушать. Вон какая прекрасная рябина. Оранжевая, оранжевая. Красивая. Вот ежевика. Ежевика тоже вот большущая. Но вот где низко, я там не кушаю. И вот эти кусты тоже. Они внизу. Вот я смородину с них, честное слово, в этом году не ела. Потому что мне надоело. Пёс ходит, спину трёт. И я сказала, надо все эти кусты поубирать. И всё вот. Вот у нас огород. Огорожен специально. Всё. Посадить кустики на огород. С огорода я буду кушать. А то, что вот этот пёс ходит своей шерстью. Потом он писет под эти кусты. Не, муж говорит, собери, покушай. Вот что собери, покушай. Вот здесь собрать, покушай. Так её же не промоешь. Всё в шерсти или описал. Не, вот сверху я могу ещё собрать, покушать. Вот. Да, вон же ж он какой большой. Он. На пол кустов. Да? Сколько ты весишь, Рик? Пятьдесят шесть килограмм. Ездили, взвешивали там. Что-то... А, лапку. Лапку где-то повредил что-то. Вот. А, Челси? Челси? Ты бежишь? Ты откуда бежишь, разбойница? Облизываешься, а? О, столики. Сидишь? Ой, какой здесь ветерок. О, голуби. Челси. Да что ты их прогоняешь? Горлицы. Горлицы. Где им жить? Ви-ви. И много их тут. Я не знаю, сколько штук. Очень много горлиц. Очень. Горлицы. Челси, ты их гоняешь, да? Горлицы повсюду. Горлицы, горлицы. Ой. Ну, в общем, вот так вот. А тут участок то же самое там, собственно. Там делать нечего. Туда ходить. Челси, челси. 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 Вот. Вон они полетели, полетели. А вот здесь вот травка такая у нас. Я не знаю, что мы так купили, так засели. Такая травка хорошая. Она такая мелкая. Она такая тоненькая. Она высоко не растет. Ее вообще не надо косить. Абсолютно. И вот она такая густая. Среди нее даже сорняки. Вот. Вон. Только подорожник. Не знаю, что за травка такая. Как-то газонную траву сажаешь. Она бывает крупная такая, толстая. Ее косишь и косишь. А это тоненькая. Тоненькая. Вон какой орех. Вон какой. Усыпанный. Усыпанный орех. Вот какой-то орех такой интересный. Что? Прям вот весь усыпан. Грецкий орех. О! И на нем какая-то бяка появилась. Вот тебе и раз. Что это такое? Вон они. Ты посмотри. Какая-то уже бяка появилась. А не было еще. Блин. Вот эти дожди всякие идут. Какую-то гадость приносят вечно. Вон калина. Калина у нас. Вот что мы. Один куст. Второй, третий. Один. Недавно убрали. Сожгли его. Жгли, жгли. Чтобы он больше не рос. Вот. Ирга. Несколько кустов ирги. В общем, у нас вот так вот. У нас как сад. Плодовые, плодовые. Всякие. Вон тут же кустик какой-то. Раз. Потом ирга. И засох. Сказал мне. Пришел срок. Все. Вон речка наша. Мы здесь на лодочке катаемся. Катаемся, катаемся. Некоторые здесь приезжают, катаются на гидроскутерах. На гидромотоциклах этих. По речке. Бжжж. Ну редко когда бывает, конечно, такое. Вот. Потому что здесь особо не разгонишься, конечно. Вот. Хотя речка большая. Можно вот так вот. Сейчас на пристани выйду. Сейчас покажу. А это тоже. То ли рябина, в общем. Хотя нет, не рябина. Ну, не знаю. Какая-то тоже ягодка. Все тоже съедобное. Съедобное. Но она такая вяжет, конечно. Мне не очень нравится. Вот. Ой. А это ирга. Ирга наелись. В том году замораживали. В этом году уже не стали замораживать. Потому что ее мороженое никто не кушает. Вот. Поэтому сколько съели, столько съели. Остальное осталось. У меня все. Я люблю, чтобы было все подстрижено. Вот чтобы я шла, и я никуда не зацеплялась. Поэтому все вырезаю. Вот. Все у меня вырезано, обрезано. Везде, всюду. Вот. Я люблю, когда все аккуратненько. Чтобы без всяких зарослей. Чтобы ничего лишнего нигде не было. Чтобы лес не представлял участок. Нет, оно хорошо здесь. Как бы получается, что все равно такая, как лесополоса. Нет, но чтобы это не чрезмерно был лес. Так. Так, так. Так, так. Вот сейчас мы на пристань. Вот пристань тоже. У нас такая длинная, предлинная пристань. А мы выйдем. Так. Вот речка. Это речка Панура. Панура речка. Вот на туда, сюда. Вот. Там она, конечно, вот так еще идет. Вот туда мы ни разу не плавали. Но там, по-моему, вот так вот куда-то уже нельзя так. По-моему, там уже все. У меня все сын обещает. Мама, я тебя туда вот прокачу. Вот днем здесь. О, о. Поплыл? Ты поплыл? Да? Рик, ты поплыл? Ты куда поплыл? Мы когда плывем, мы один раз вон туда, наконец, аж уплыли, вот к тем камышам. А я что-то засмотрелась направо-налево, а потом оборачиваюсь, говорю, ну ладно, поплыли обратно. А он такой весь уже уставший за нами. Ну что, пришлось его цеплять веревкой за шейник и тащить, тащить. Потому что он стал прибиваться каким-то участком к берегу. А там то ли какие-то сетки, то ли что, он запутался, плыть не мог, скулил, в общем. Плыть, не плыть, вернулись, а привязали, вытащили, домой дотянули. Поэтому, это, да думали, не поплывет за нами, это ж так далеко. Нет, поплыл моторная лодка. Так вот и гребем, плывем, и он за нами на такой же скорости. Поэтому плавает, конечно, хорошо. Да, Рикуся? Хорошо ты плаваешь? Ты моторная лодка. У меня пес обученный, и я знаю, что у меня пес, он меня слушается. Я вот его не привязываю, не боюсь, что он куда-то сейчас сорвется и побежит, куда-то понесется, сломя голову. Нет, потому что я с ним очень занималась хорошо. Я умею дрессировать собак, потому что это не первая собака, которую я дрессирую. До этого у нас была другая собака, большущая. Неаполитанский мастиф, или еще называют мастина Наполитана. Тоже с кинологом дрессировали. Вот, и его я сама сперва дрессировала. Потом, опять же, возила его в клуб служебного собаководства. Там мы дрессировали его, в общем, на послушание немножко так. А потом там не получилось у меня дрессировать его. Вот, ну, никак, потому что мне вот эта тягомотина надоела. Вот, приехала сюда, значит, на велик села и вматывала его просто на велике, чтобы он не мог сопротивляться, не давала ему пить, пока он у меня не выполнит. Какой-то, там, допустим, вот команда сидеть не хотел выполнять. Уходил, вот просто уходил в вольер такой, отстанет меня, я пошел в вольер. Вот, ну, все, цепляла его за поводок. И потом два километра, мы километр туда, километр обратно на велике приезжаем. Тепло, ну, тепло, лето, жарко. Он пить хочет, сразу к ветру. А я нет, я тебе не дам пить. Вот, давай. Потом он понял, что надо выполнить команду. И когда он команду не выполнял какую-то, не хотел, снова разворачивался, хотел, я такую говорила фразу, сейчас идем кататься на велосипеде. И все, и он вот это боялся, что сейчас ему придется бежать, потом пить я ему не дам. И он тут же и сидеть, и лежать, и ко мне и рядом, и гулять, и все, все, сразу с первого раза. В общем, все он просек, умный, упертый, но умный. Вот, и, в общем, проблем у меня не было. Соседи как-то подошли, одни тоже взяли немецкую овчарку, девочку. Вот, ну, подрессируйте. А я говорю, ну, вы хотите, чтобы меня слушала собачка или вас? Я говорю, я вам покажу, ну, дрессируйте. Вот, ну, видимо, не стали. Поэтому как-то видела, что выпускают собачку покупаться, но на поводке. То есть на поводке собачка рядышком, буквально на берегу. Ну, то есть никуда собаку не могут отпустить собачка. В общем, вот такая. Вот так получилось. Конечно, говорят, вот-вот, глупая собака там или что. Ну, собака, не знаю. Мне кажется, любую собаку можно выдрессировать так, чтобы она понимала какие-то слова на уровне, там, трёхлетнего ребёнка. Ну, да нет, не трёхлетнего. Ну, там, три, пять. Что-то я уже не помню, трёхлетние дети, со мной уже дети не маленькие, уже не помню трёхлетние детей никакие, трёхлетние, пятилетние. Какие они бывают? Глупые или умные? Он, не знаю, куда делись все шурупы. Вот я не могу понять. Была вся прикручена. Потом раз в одночасье, раз, и нету. То ли кто-то хотел открутить, но вот там, вот, я не знаю, как она сделана, не смогли её вытащить. То ли там она, в общем, не знаю, как её там цепляли. В общем, не смогли, видимо, её вытащить. Всё, её раскурочили, вот. Я так понимаю. Я говорю, всё сопрут. Не только ведро. Один раз шлангу хотели украсть. Не знаю, как с собакой-то, ну, не это была собака, другая. Вот, она уже была старенькая, у неё был слух, плохой отит был. Долго лечили, у нескольких врачей. Была даже у меня попытка усыпить. Потом, конечно, доктор хороший попался, помогла мне вылечить собаку. Молодец, спасибо большое. Вот, в общем, ну, собачка уже не слышала. И, видимо, ну, как так, плоховастенько, очень плохо слышала. И, видимо, вот, воспользовались, залезли, смотали огромную шлангу. Она, не знаю, метров двадцать эта шланга, наверное, была. Смотали, на лодку хотели её, видимо, погрузить. На лодку она просто утопила бы, видимо, лодку тяжёлую. Они её смотали, положили её вот за насос, вот сюда, за насос. А понадобилась нам эта шланга и, значит, поливать. Ходили, искали, искали. Да что ж такое, нигде нет. И я вот сюда заглянула, смотрю, вот здесь смотанная между сеткой и насосом. То есть хотели, видимо, на следующую ночь приехать, забрать её. Как они перелезли. Ну, вот здесь, конечно, низкая такая сетка. Вот, перелезть хотели, видимо, забрать. Вот, ну, у этих, у этих, особенно, у Челси, у неё, она как стрела. Она бегает так быстро на уровне с Риком. Вот Рик бежит, и она бежит. Вот наравне с ним прямо. Да, Челси, скажи, я как стрела. Всё слышу. Везде, слух, скажи, хороший. Там, моя девочка, кто ты? Кто ты, моя хорошая? Это вот она, Челси. Челситька, моя маленькая. Когда ушки так делает, сразу видно, что она папильон. У неё папа, вот, да, папильон. Это собака-бабочка. А что это у тебя с глазиком? А? Что там в глазике? Ну-ка. Какая-то бякочка там. Ну-ка, дай. А, да подожди. Ну-ка. Ди-ди. Боже мой, Челси, что там такое? А, какая-то бяка. Придётся мне руки мыть. Так, всё нормально? Что-то там было у тебя. Что-то у тебя там было. Да? Да, моя хорошая. Я её стригу. Я её стригу. Я когда-то выучилась, не удержалась, пошла выучилась. Она грумёра. Так что я дипломированный грумёр. Грумёр – это тот, который вот ухаживает, стрижёт там животных. Вот. То есть я её сама стригу. Да, моя девочка? Правда, я её так просто на лето. Да? И чтобы она... Потому что у неё шерсть прям вот, как у Пекинеса, вот такая длинная, растёт прям полностью. Вот. Поэтому я за ней сама ухаживаю. Да, моя девочка? Думаю, чтобы не зарастало. Чтобы было не жарко. Вычесываю её. Рика вычесываю. Вот. Поэтому я знаю. Это. Да? Да, мои хорошие? Что такое? Чем вычесать? Как вычесать? Как подстрижать? О, ты лягушка. А? Лягушка была, да? Лягушка была там. Вот. Но, конечно, я не работала ни дня грумером, потому что, в общем, это... Иди, иди. Потому что это шерсть, конечно. Вот. Это я не знаю. Это надо в каком-то скафандре. Это в противогазе с ними. Её стрижёшь, эту шерсть, а она не хочет падать. Она почему-то не падает. Она как одуванчик разбитается. И потом это везде. И в носу, и во рту. Да? Ну, что ты, что? Зато я могу сама никуда не возить, никому не обращаться. Но, как говорила царство небесное моей свекрови, знания на плечи не давят. Поэтому я и портной закройщик универсал. То есть я могу и придумывать модели, и кроить, и шить, могу польта шить, и трусы мужские могу шить. В общем, вот так вот. И шила, и машинка, и швейная. Ну, опять же, для людей не шила. Не шила для людей. Для себя, для детей, для мужа. Ну, так, кое-что, конечно, кое-что. Вот, кое-что. Да, мой хороший. Потому что в магазинах есть много чего. Ну, при необходимости, конечно, я могу себе и пошить, и перешить, что-то сделать. Вот. То есть знания есть, умения есть. Домы хороши. Вот, так что вот так вот. Вот, все решетки, все решетки покрасила. Все вокруг дома, все. Купила такую специальную перчатку. Правда, она не для покраски решеток. А она для какой-то декоративной, там, этой краски. В общем, я на нее вот так вот надевала и вот так вот красила. Потому что кисточка – это не вариант. Ну, ладно. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.